Я надеюсь, меня слышно, я уже начал. Так, 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 тогда я просто продолжаю. Если не найдусь, я очень расстроюсь. Нашел уже, вот он, дружище, Бельтаевский Адольф Александрович. Вот я его сейчас нашел, вот, надеюсь, пока я вам скажу, много ласковых слов. Давайте сейчас по порядку. Это пришло мне в голову тогда, когда я дошел за фотографией Курдимова, а эта цепочка протянулась, вот дошла цепочка до него. Народ должен знать свои герои. Итак, начинаем лекцию, как положено, сначала. Начали фотографию, прислал мой брат Юрий Владимирович Железов из Костомской области. Мне она, знаете, чем понравилась? Пока это редкость. Он назвал ее черешнями, вот, и, а это, если не глубоко копает, это, это черешня, у нее очень-очень крупный лист. Я сейчас объясню, почему я к этой фотографии неровно дышу. Очень крупный лист черешневый, достаточно крупные ягоды. Видно, что это уже не вишня, что они сладкие. Вот, и осталось два варианта, немного поспорили с братом. Возможно, это юг, гибрид лично-черешневый. Лист уже черешневый, плоды еще меньше, чем... Ну, вы знаете, такое роскошное черешня с Узбекистана или с Украины. О-о-о, там плоды 20-ти раза крупнее. А это, возможно, гибрид, возможно, черешня, но, знаете как, у меня такие... У меня то же самое. Она мельче, только потому, что привита на вишню. А это значит, что какие-то влияния вишня оказала. Не то, что сделала ее дикой черешней, но чуть-чуть, как сказать, ставила ее в рамки. И получается гибрид. Но есть гибриды сенцевые. Вот, и поди угадай. Мы ничего не знаем про это дерево. А есть, как у меня, гибриды вегетативные. Подоль все равно влияют. И почему я все это рассказываю? Если бы наши люди были бы побольше наших, как можно больше, не таких, как я, 74 года, или брат, 74 года. Понимаете? А достаточно молодые, чтобы, как я в свое время, это, и искал, и находил. Вот. И далеко не в научных садах. То, что, вот это вот, уникальные вещи. Но ведь, кто-то должен. Если в Казахстанской области есть хоть одно такое дерево, значит, таким должно быть сотни, тысячи, десятки тысяч. Это все делается быстро, быстро, быстро. Но этим надо специально заниматься. Ну, чем-то? Ведь, посмотрите, какое взрослое дерево. Сухих веток не вижу. Листья здоровые. Диагноз поставлен. Клиент здоров. Пациент здоров. Разлагать, разлагать, разлагать. Узнать, на что привито. Это специально должна быть работа. Я единственный человек от науки, которого я знаю. Это доскопилотрусинклот. Который мой сооткурировал 20 лет. И не только мой. Вот. И знал все и вся. Вот. И вот такие должны быть исследователи от науки. Они должны все равно научиться плевать, так как лучшие наши эти... Как их назвать-то, Господи? Как наши лучшие представители любительского садоводства. Волшебники. И все это пускать в серию. Все хватит. Не надо нам больше сеять своего гибридов. Не надо. Это Железов говорит. Кто-то должен дать команду не прекратить работу. А перестроиться на ходу. Прям на ходу. Переобуться на ходу. Последнее выражение стало модным. Переобуться на ходу или на лету. Подпрыгнул, переобулся и дальше побежал. Вот это я хотел сказать. Мне вот так эта фотография понравилась. Что же это такое, ребята? Ведь это дерево не молодое. А что вокруг? Это же какой-то населенный пункт. Что вокруг каждого дома, в каждой деревне это есть. А сейчас. Заниматься этим надо. Профессионально. И это важнее, чем еще взять. И растить, растить все по-новому. Уже готово. Запускать в серию. Вот так скажу. Вот здесь же ровно написано. Запустить в серию. Здравствуйте. Мне в этом году заплодоносили ваши вишневойвощи. Сладкие. На четвертый год. И с хосочек. Спасибо, Алтайский край. На четвертый год, да, бывает на третий. Но чаще на четвертый. Я, знаете, как не любовался. Я показывал, как фотографии, они сейчас есть. Я даже говорю всеми. Вот с такой высотой зашли. Ну, грязь, допустим, метр на два. А там их сотни. Вот, видимо, зашли все найдены. А потом их не покупали, не покупали. С этого края откапал. Покупаемые. А большинство не прикасалось. И вот они с такой высотой зашли до поздношения. Вот. И когда они зашли до поздношения, мне навеяло тогда вот это, что я сейчас искал фотографию. Ильтяевского, я расскажу о нем ну, хотя бы пять минут. Вот. И вот так получилось. Помню, что, видишь, они вот так вот росли. А у него, это, с этим была проблема связана. Но расскажу специально, интригую. Семен Зеико. Привет, Семен. Чтобы выросать нужны не дни, а годы. Нужно тепло и нежность сильных рук. Чтобы повладеть искусством садовода, немало важных, надо знать наук. Семен еще и поэт. Вот посмотрите, уже еще один поэт. Вот здорово. Спасибо, Семен. Немало важных, надо знать наук. Как вот знать наук. Все должно быть сейчас, и то есть все в школе. Молодой человек, выйдя со школы, раз уж 11 лет, то 11. Это спортивный тип, мужчина. Вот. Это умеет драться, умеет плавать, чтобы опять тонуть, 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 тонуть. Кажется, я же сезон. А вот в Москве утонул, в Абакане утонул, в Савиногорске утонул, в этом самом... Вообще, что же то есть-то? Так вот, наука, это прежде всего должна быть школьная. Это... Это я вы... Семен, я вашего расшифровываю ваше прекрасное стихотворение. Я бы их назвал даже талантливым стихотворением. Вот. Это прежде всего должна быть практика. Любой организм растет человек, особенно касается мужчин, от них сейчас все зависит. Растет человек, а женщин ровно столько зависит, я оговорился. Вот. И ему нужно в эту... вжиться, в этот социум, вжиться. Вот. Чтобы не было такого, что как бьют женщину, а мужчины проходят мимо, значит, инстинкт пропал. А принцип самый важный для мужчин, вы знаете какой? Выссоценность, дрочливость. дай повод хаму под лицу морду набить. Только повод дай. И вот уже он лежит, а его бьют. Ну, правда, раньше были такие небе лежачего. Сейчас такого уже нет, понятия. Его уже забыли. Вот. Ну и плюс науки. Это понятно. Это ты, войдя в взрослую жизнь, абсолютно самостоятельный человек, обладающий навыками. Если медицина, кровь установить, шину наложить, вот, искусственное дыхание сделать, того же, кто поленился сам научиться плавать, спасти, вот. Это только начало. Много чего нужно делать. Молодой человек должен уметь выживать в любых условиях. Это значит лыжи, кроссы, вот, не все. Должен уметь рыбачить, должен уметь охотиться. Вплоть до того, поставить петлю назад, вязать сети. Можете мить. Связав сеть, ты уже с голоду не умрешь. Я даже на парапатах сети ставил от пленей. Вот. Уж это-то все можно. И можно вот такой список составить. Просто вы меня, Семен, как сказать, навеяло. Немало знать наук. Закончил школу, уже все должен знать. Поменьше вот этой береберды непереводимых терминов, а их сотни тысячи. Вот. Наверное, ой, все, я сейчас как-то начну говорить. Все, идем дальше. Так, вот это вот, я за это получил. Нам с братом на неделю отключили как он называется, канал Содорца Пожелезного. Так, за что? Даже говорить не буду за что. Просто я хочу сделать так, по-другому, чтобы не нарваться. Предупреждение уже два было. Вот. Как вспомню, первое, как заблокировал, уничтожил ротук, да, наши, российские, как этот самый. Я все нападал на науку. Стоит три девушки. Молодые, симпатические, старшеклассницы. Перед ними школьная доска. Они стоят лицо в доске, спиной к нам. Все три до пояса задрали юбки. Мы видим красивую задницу. Мы видим, что они в колготках и в трусах. Вот. даже не голые. Вот. Ну, я рассказывал, что им логарифмы нужны. Им логарифмы нужны. Ну, и что, схлопотал, да, брат? Рунет взял, заблокировал этот самый очередной фильм. А почему? Вот это вот то, что самая безобидная картинка. Три девушки одетые, да, на них эти самые и трусы эти, и колготки. Вот. Ну, задоры на юбке. Это, конечно, не прилично, но я хотел показать, какое они имеют отношение, эти старшеклассницы, к школе. Вот. К логарифмам. Хоть они знают, что это такое. Ведь логарифм, чтобы изучать, надо его смысл понять. Так же, как понять смысл интеграла, вот, дифференциала. Понять смысл. А заучивание идет, а понять никто не может. В чем пишка-то? таблица, логарифм. И вот это вот, я специально подчеркнул, ну, вот они, девчонки, да? Вот. Они не стеснялись, они взяли, выставили в интернете свои голые, не голые, а довольно симпатичная задница. Вот. Нет, нельзя. А смысл-то был в моих статьях, да, Юра? Какой смысл-то был в статье? А? Понять для чего? Нет, заблокировали? Сейчас, ага, защитили, но отсюда, значит. Так, поэтому, что я сделал? Давай так, чтобы мы опять не попались. Итак, никаких картинок тут нет. Читайте, допустим, так, ну, пробегите быстро, сейчас читать умею. Почему? А я промолчу, может, проскочит. Это все интересно про витамин, потому что мы же имеем в виду абрикосы, абрикосовая мякоть, абрикосовая косточка, значит, ядрышки, абрикосовая косточка, правильно? В принципе, это ничего, пока еще все тихо. И вдруг пах! За что меня заблокировали на неделю? А? Почитали? Я молчу, да женщин абрикосы полезны, читайте. Зло берет, что пока учили только убивать абрикосов. Вот и попробуй тут подними это продление жизни, продление здоровья, ага, сейчас. И самое главное, гладко написано, проконтерирующий врача. За что они так не взлюбили эти? А вот это я уже не знаю, но это может быть можно говорить. мужчинам полезен, поскольку витамин Е один из природных веществ, который повышает потенцию. Спасибо, а это за это не убьют. И вот он, аммигдалин. Вот он, семена косточков. А вот это я молча. Почитали? Целая книга написана, ну, где-то там написано, далеко-далеко. И снова. И снова. У меня еще около сотни трехлитровых банок с косточками лежат. А каждая от тысячи до двух косточек. Посчитали? Вот. Заказы у меня за все время было несколько. В целом польза есть. Все отдают отчет. Вот. Последний случай я его сильно не афиширую. Так. Вот. Дальнего Востока результат такой. Ну, человек совмещал с химией. Вот. И в смысле в разработках каждый день есть, есть, есть. Вот. И его что-то сняли. Что-то такое. Я же говорю, Виталий, ну, не может быть. Он говорит, ну, это вместе с химией. А теперь раздели, от чего пользу получил. Ну, все, посмотрели. Вот. Я вам ничего не говорю. Это все. Я пошутил. Пошутил. Не, 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 это, не блокируйте меня. Так. Идем сюда. Чуть убавим. Вот это вот свежая фотография, сделанная четыре дня назад. Значит, фильм многие из вас видели. Ну, конечно, 200-300 просмотров, это далеко не с Дня России. Вот сейчас вот так выглядит мой этот самый мишня войлочная. Я про нее много говорить не буду. Я много говорил. Она уже отходит. Вот здесь вот не видно вот таких вот шесть пней. То есть, она была полтора раза выше. Она вылазила за забор. Вот. То есть, люди прохожие с удовольствием ее ели. А я не обижаюсь. Вот. Как-то мы собрали семь ведер. Еще много оставалось. Поэтому будем считать, что она очень урожайная. Вот. Сейчас значит так. Почему я это говорю? Удивительно, что поневоле посадили мы ее на кстати, ну вот если вы возьмете показания по медицински, вы вот такой список узнаете, от чего лечит волос вся гостя. И главное, она в отличие от вишни любой, даже моей роскоши, она все слаще. Понимаете, все слаще. Вот. Ее жрешь горстями, вот первую витамину, вот первую, ну не считая жимолости. Вот жрешь, жрешь, жрешь. Вот. Ну объясните мне, если я выкопал на этом самом земля, где 30 сантиметров гравия, то есть сплошные камни, я выкопал такую ямку, вот, посадил несколько лопат земли, притоптал и выросло вот это чудо. Это не лучшие годы. Ну как, я не нашел лучшие годы, лет не искал. Вот. И все еще я понять не могу, вот она сейчас озарела, фильм видели, в фильме ребенок семилетний собрал пол ведра и пол ведра собрала его мама. Вы уже знаете. Потом может покажу фотографию еще раз. Мельникова Юлия Сергеевна. Она у меня подрабатывает, немножечко вырастет, шелковица немножечко вырастет. Это самое там еще чего-нибудь укорененное. Сейчас помню чего. смородину и так далее. Ну и плюс этими самыми семейцевыми абрикосами, которые растут, никого не спрашивают. Растут, растут сотнями. Я уже замучился косить так, чтобы ее не скосить. И тогда получается, что они собрали, но у меня вот это дерево было на первом месте. Еще такого же уровня было. в другом месте росла. Я охватывался я начинаю с 85-го года. Посадка 85-го, то есть почти 40-го года. И то еще жива, но она уже совсем задыхает. Просто жалко ветеранам вырубить. Перец и сюда перешло. И уже с нее я взял кусочки и вырастил 15 лет назад десяток молодших вишен и привил на них персики. Они начинали заверзать сразу, сразу, сразу. Интересно, что персик привитый на вишню, даже немножко вишневое выводство вишни немножко морозостойко снижает, заметно. Так-то я пофигу все эти морозы. Вот это. А на тех уже появлялись сухие веточки. Это просто наблюдение. И вот наконец дошло до произошения. И 10 лет назад приезжает ко мне Елена Александровна Савидич. Я рассказывал, приезжает ко мне Александр Петрович Ракалин из Шушинска. И их угощают. И вот на той, где были привиты вишни, она абсолютно слабая. И теперь я, у меня уже на балконе сушится, всего получилось ведро. Той, которое, а там не так много, вроде много, но в ведро получилось всего. А второй ведро было взято отсюда. Пока сколько сил было, собрали до вина. Теперь получается два вегетативных разновидностей. Поняли к чему я коду? Это будет поморозостойче, явно на пару градусов. А там будет плотики сладкие. И кто у меня заглядывал в мой каталог, что там написано? Вспоминайте. Вишня универсальная. Это не первый урожай, а бог знает какой. И уже по этому принципу я продавал раньше Вишня универсальная волочная и Вишня волочная за природ персика. Понял, да? Потому что прививка персика, а это разновидовое дерево, а что такое разновидовое дерево? Это частичная биологическая несомнестимость. Вот. Не знаешь, они у меня умирали каждый год по одной прививке. и до подношения у меня дошла только одна. Но крайняя степень сибирские морозы. Вот. Все-таки сибирские. И это было бы наглость, если бы неукрытые персики на волочной Вишня сейчас выплывали на себя. А чуть южнее края, на пару градусов средней землетемпературы вся Европа, часть врала. Пожалуйста. Она должна быть во всех садах, я до сих пор не понимаю. В мире идут письма, мне идут звонки, мне идут эти по ЦАПу. Везде недоуменный вопрос. А у нас я растет. Почему? А мы откуда знаем? Кто спрашивал этих людей? Хотят они или не хотят? Вот я поворчал, идем дальше. Отдышки есть? Заказывайте. Еще раз, потом может быть специально для всех это. Я не могу все-все-все это получается 295 вебинаров, а я еще сошел фотографию, но покажу в следующий раз. С какой густотой они зашли на грядки, там их немереное количество. Значит, это можно купить 200 косточек, если повторить то же самое, уже не селекцию, нет, а на первом этапе повторить просто эту же самую статификацию, ну пусть не 200, 100, уже всю округу можно засадить. И вот она растет себе, хотел спросить, она самоплодная или нет? До ближайшей этой, которая уже умерла, вот, фактически там 3 вот так кусика, и тоже алкан, и штук 20 плодиков, вот, кто ее опылил, а до остальных вообще 300, 200 метров, то никто не опылил, ну что еще надо? Иметь в саду дерево не обрезать, не подходить, штампы не делать, вот, сколько не будут вас учить эти самые, я их считаю предателем, чтобы есть живолочная вишня, сделать искусственные штампы. И еще я скажу, раз уж я говорил про искусственные штампы, примерно 3 дня назад, опять это же, усадьба показала, вот, растет дерево высотой 3 метра, тонкая, тонкая, 3 метра вот такой толщины, и вот он стоит возле него и говорит, вот видите, вот это первый ярус, я его сделал на высоте метр двадцать, я сразу в ужас пришел, потом говорит, теперь смотрите, еще метр, метр двадцать, но это где-то на уровне вашей груди, если у вас метр семьдесят, это где-то на уровне вашей груди первый ярус, а там у него все полторы ветки, больше просто не было, вот, потом еще метр говорит, это будет второй ярус, чем он думает, что он такого, ведь потом же, знаешь, если он проживет год-два, что с него получится, это же уродина, это первое же ветро, что с людьми творится, я не понимаю, и ведь любой после этого, кто видит, он тут же пойдет вот такое дерево сразу резать метр, ему дело, штамп, высказался, идем дальше, вот тут, вот это вот, у меня, я собираю колеса, эти вы еще не видели, вот то, что вы видите, цифры, это я с этого, прямо, или с книги копировал, или с этого самого, с интернета, или со статьи, видите, так что на эту дату не смотрите, это я, от хуки, и вот, когда вы посмотрите на это, да, вы увидите один вариант, этот вариант приводит к тому, что, когда вы посмотрите дерево на пятый год, оно будет окажется полностью искалечено, коротко, я просто прокомментирую, вот оно, искалечено, я его, и как будто ему теперь какой год, третий, то есть, зачем его, это, смотрите, колес, целые ветки вырезали, видите, еще, еще, и верну я в это состояние третий год, значит, я еще, выводи чуть позже, следующее, я, ну, ладно бы, они бы учились бы у одного профессора, все бы одинаково научили, вот, я когда взял следующий, ну, господи, ну, что, с ума сошли, что ли, сейчас убавлю еще, а то, чтобы целиком было видно, вот, видите, здесь он, у него фантазия-то уже другая, вот, начало, начало такое же, ну, пусть не нижнюю ветку отрезал, но опять ветку целиком отрезал, смотрите, начало издевательства, ветку целиком отрезал, видите, вот, потом дерево развивается, но тут не так, он со злости, я считаю, что дерево неправильно, а потом при ветке нет, и еще нет, вот, все ветки отрезал, подрезал, укоротил, ну, с этим на одну треть, пошел еще, теперь еще одна, год прошел, вот опять, если посчитать, тут их 30 или 40, чик-чик-чик-чик, опять я врезал, а оно продолжает расти, вот, последовательность обрезки по годам, еще год, и оно запущено, крайне, в принципе, да, все верно, ведь наблюдательный товарищ, у него в три раза больше стало веток, согласны? Он их не вырезал целиком, он их укорачивал, каждая ветка дала все эти ветки, и вот мы имеем вот этот вот шедевр, и смотрели, что было дальше, дальше остальные авторы, вы еще увидите, вот тут есть они, вот они, вот, а Поливкина, это самый шедевральный, вот, это самое, ненавистница деревьев, вот, у нее получилось, вот это получилось так, и вот когда она достигла, вот этого, я не мог удержаться, почему, сейчас объясню, вот, и тогда, автор взял, и их стало трех раз больше, и опять все, 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 считать будем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну, сразу умножим, на пятьдесят, семьдесят веток, все, и, казалось бы, другие, что после этого начинают? Ах, заглушено, давайте перевырежать целиком, осветлять? Нет, вы представляете, что будет, друзья, на следующий год, это будет уже, как мы его назовем, это будет уже, куст, теперь давайте говорить, есть дерево, есть куст, почему все деревья разделились на кустарниковое, и на штамповое, а я объясняю, в нормальных условиях живет, его там никто, они не издеваются над ним, вот это страшное, смертельное, смертельное, почему? вы догадаетесь, почему, вот, если жалуются, что заглушение, то специально заглушают, вот, и так далее, огромное количество, вот, и тогда получается следующее, что с ним будет дальше, вот, а дальше никто нам не показывает, и садов не показывает, вот, и у нас случилась сразу же беда, почему я вспомнил бритейского, ну, давайте тогда, еще немножко, продлим, следующее, посмотрели, загустил, до нельзя, а дальше нету, в настоящем снимке ничего, в настоящей странице еще нету, вот, и вот это товарищ, П, это, видимо, имя отчество, Кудрявец, вот, это шедевр, то есть, я видел всякие, есть два крайности, вот эти вот, которые заглушают до самого предела, не понимая, что, естественным, объясню, ладно, хотел поршать, сейчас объясню, фотографию я вам показывал, кустовидная форма, даже абрикосов, кустовидная форма, груш, яблони и так далее, вспомните яблони, эти, стелющиеся, сладцевые, помнили, вот, как это происходит, в природе происходит само, дерево попадает на север, само, птицы переносят севернее, 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 или каждый третий, пятый год, аномальная зима, ветки подмерзают, дерево укорачивается, она пытается, ожить тем, что начинает расти ниже, а этих нет, специалистов, и нет их учеников, чтобы отрезать нижние ветки, когда они появятся, некому, получается, нижние получают, преимущество перед верхними, потом оно дает потомство, потом, потомство дает потомство, проходят тысячи лет, миллионы лет, и теперь уже, выживают те, которые ниже, и постепенно превратились в куст, а последние годы, да, я знаю, я знаю такого почтенного профессора, ой, который из смородины делает деревья, природа миллионы лет прятала смородину под снег, маскировала, чтобы над ним проносились ветра, ураганы, он давально из них идет, очень почтенный человек, я не называю фамилию, я не хочу его высмеивать, вот, он жив-здоров, некоторые его гением называют, вот, журналисты, правда, и вот, получается, смородиновое дерево, вот так издеваться над природой, но это еще не смертельно, смородина живучая, а дерево, получается так, и оно еще не мерзнет, а ему уже берут, отрезают все с веток, а мороз пошел вниз, поняли, я вам тут доказываю, вот, ну, еще один, полюбуйтесь, вот это, раз, два, три, вот он, три, стрелка, вот сюда, вот, видно, да, мой курсор, дальше над ним начинается издевательство, посмотрите, сколько оно отрезали, видели, а потом, что сделали, вот тут уже вырезали на концо, теперь, что мы имеем, мы имеем третий год, копия, я ничего не напутал, третий год, и пятый год, а нет, даже четвертый год, получилось следующее, вот она, четвертый год, она была такая, ее обкорнали, и чего добились, просто нет, половина веток нет, вот, зато раны полно, вот это вот, пришло, однажды, в Сеоногорск, вот, помните, вот эту фотографию, был роганный ветер, вот, я штамп не делал, но получилось так, что вот она сама взяла, со штампом упала, это две прививки было, на одном, сусербское дыло, ну, ладно, даже горько смотреть, вот эта разница, а по стране, это миллионы погибших деревьев, на Черябинском пролетело, на Носкове пролетело, на Питера пролетело, сейчас опять на Носкове пролетело, предельная гора, кончается обязательно ураганами, кто этого не знает, вот, и вот это вот получается, а они еще ослаблены, 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 ну, и что, я не говорю, что надо порежать, я противник порежать, крону, но и загущать-то ее зачем, и чем больше загустишь, тем больше сопротивляемость ветру, поняли, значит, по рычагу Архимеда, опрокинет его, будет чаще опрокинывать, ну, или хотя бы ломать отдельные ветки, сильно густо, то что покажу еще, вот,